В Стрелитамаке, в школе номер 30, новый учебный год начался в обновленном здании. На капремонт и оснащение из федерального и регионального бюджетов направили 117 миллионов рублей. Учебное учреждение осмотрел премьер-министр правительства Андрей Назаров в ходе рабочей поездки. Работы начали в марте и завершили за пять месяцев. Строители заменили кровлю, окна и двери. Выполнили фасадные, отделочные, электромонтажные, сантехнические и вентиляционные работы. Замена плит в покрытие потребовалась для спортивного и актового залов. В рамках субсидии почти 10 миллионов направили на оснащение школы. На эти средства закупили мебель, компьютеры, ноутбуки, 3D-принтер, интерактивные панели и другое оборудование и средства обучения. Отдельно из регионального бюджета направили почти 4 миллиона на благоустройство территории. У нас произошло еще и благоустройство территории. Посмотрите, новый асфальт, велопарковка для детей тоже. Это новые дети на велосипедах приезжают, им очень удобно парковать велосипеды. Особое внимание правительственная делегация уделила организации горячего питания. Премьер-министр осмотрел пищеблог, попробовал блюда и поручил исправить некоторые нюансы, а также закупить дополнительное оборудование. В школе обучаются более полутора тысяч детей. В этом году в рамках федеральной программы модернизации школьных систем образования был проведен капремонт еще двух школ Сирлитамака.